Почти больше сотни раз его убрали и пикали за все квалификации. Так он самый популярный герой на эпицентре на бассоне мейджере, что говорит о том, что его тир-один команд рейтит, а не только тир-два, тир-три, тир-пять. Тир-все, тир-все. Как думаешь, а докладно с гримстроком схватить, ну, не Тинни, а какого-то шадоу-демона? Как тебе такая связка саппортов? Это будет сильно, но я думаю, что они возьмут что-то вроде Стэн Кинга или Свен даже, возможно, какой-то. Просто потому, что им нужен стан, ну, и таргетный дизейбл, который будет хорошо сочетаться вместе с гримстроком. А двойная яма там или двойной этот ульт шадоу-демона не сильно? Да не особо, но мне кажется, что Стормболт посильнее будет. Или даже Дабл Буроу Страйк. То есть любой таргетный дизейбл, который имеет стан, будет сильнее, в моем понимании. Так же ты показываешь двух саппортов и... А вот этот Дэй, которого не забанили на первой стадии банов, теперь он сразу же вылезает для тебя мастер? Да, теперь они объясняют, почему Дэй банят в первой стадии. Сейчас мы посмотрим, да. Мы не так часто видим, как Дэй доживает в первой стадии, почему его, собственно, банят. Вот, и теперь, наконец-то, мы это увидим. То есть они берут его закрывающий, сейчас посмотрим баны, которые они делают. То есть какие герои у Дэй прям мешают их пониманию. Ну, в принципе, Дэй неплох против Омнинета, если взять, что у него смешанные уроны. Да, да, это правда. Девяносто девять раз забанен был. О, да. Несчастный герой. И, судя по всему, их ум решили открыть ящик Пандоры. Судя по всему, Дэй, если он девяносто девять раз забанен, он сейчас появился. Вопрос, какие баны под Омника сделать? Сларк, Варден. Ну, вот Сларк и Свен под Омника чаще всего мы уберем. ДП еще есть? Да, Свен, наверное, хочется забанить сейчас. Командиастр. Сларк, ДП, Свен. То есть ты думаешь забанят Свена? В принципе, нормально. Можно еще подумать про героев против ОД со встроенным иммунитетом, но они тогда, по идее, под Омника не нужны. То есть брать Лайфстиллер или Джаггернаут с Омником, по идее, не хочется. Правильно? Так, я для вас нашел шикарную стату. Ну-ка. Значит, 16 раз банили ОД и 6 раз его брали. В Китае, имею в виду, сугубо вот по этому региону. Так вот, у него нулевой винрейт из этих шести игр, которые его пикали. И тут вопрос. И тут вопрос. Продолжится ли традиция? Да, потому что он явно пока переоценен, если взять результаты. Хотя, конечно, это может быть какие-нибудь Team Serenity его брали, или еще какие-то коллективы, которые не очень понимали, что с ним делать. Но пока это смотрится достаточно своеобразно. Так, кто еще интересный для темастер? Сын Кинг еще интересный. Несмотря на то, что у врага Рубик, но у тебя есть Гримстрок. Что у него до сих пор пуля? Что у него до сих пор пуля? Сын Кинг. Против Рубика ты не хочешь брать? Ну, против Омника интересный. И с этим мы в комбе с Гримстроком. Но ты не хочешь против Омника брать? Просто ты не можешь взять Сын Кинга, потому что враги закрывают кором. И это будет выход в Омни на это пятерку, возможно, если у тебя будет кора достаточно самостоятельной, чтобы стоять против Сын Кинга. И это недостаточно хороший герой, чтобы красиво отлейниться. А если он как-то в Близзе просто за вышки побежит, крипов там... Он же не лейнется. Он же не в Близзе. Ага, вот оно что. Так, интересно. Бан Медузы, кстати, совсем интересный, потому что, насколько я знаю, ОД все-таки против Медузы неплох. Потенциальный Рейв Кинг. Думаешь? Против кого? Ну, в смысле для кого? Ну, для Астер. Разве не банят Медузу? В этом есть смысл, Элиссвен. А Медуза хороша против Рейв Кинг? А вот есть такой вопрос. Убивает ли Пурификейшн? С какого левела еще набивают скелеты? Со второго или... Стретьего, с третьего. Но они воскрешаются. Зайкомбэк. Зайкомбэк. Ну, понятно. Ну, либо Марс, либо Тейтхантер. Я бы хотел идти у их Ом. У них очень сильная с Рубиком комбинация получается. И Рубик, и Омник. Много дэмэджа в арену. В принципе, Дэнни любит играть против Марса, потому что он копье. Ты не считаешь, что Омник уже не саппорт, а тройка? Я думаю, что это пятерка все Омник. Пятерка Омник, четверка Рубик. Окей. Ну, сейчас увидим. Ну, много интересных героев осталось, которых мы перечисляли. Еще к ним можно, я думаю, перечислить Лишрака. Задумались. Яхома. Хватит ВК, хватит Лишрака. Надоело. Надоело. Сколько мы, четыре карты подряд видим в ВК Лишрака? ВК ФП. ВК ФП, Лишрак не ФП, потом Дабл Пик. Ну, их ом мы задумались крепко пока. Ну, сейчас, собственно, самая интересная стадия начинается, когда прошли эти пять банов, и наконец-то мы увидим, какие стратегии будет выходить та или иная команда. Вот, потому что пока что мы видим просто набор героев. Ну, Паришин, который в очередной раз доживает до второй стадии. О, нет. Что, достаточно страшно. Что такое, нет? Только не аппарат? Ну, он тут как-то... Это ВК. Это ВК. После аппарата следует он. Это попания. Это попания для их ОМ. Ну, тебе не кажется, что это достаточно страшный пик против... В случае, не страшный пик против ОД? Он не страшный, потому что у тебя уже есть Рубик, который стоит сзади. Уже есть аппарат сзади. ВК вообще почти ничего не делает туда. Ну, вот я об этом говорю. Но зато теперь мы знаем, что это Омни Найт позиция 3. И мне кажется, ВК вместе с Омни Найтом тройкой будет слишком пассивно, если у них не будет суперактивного мид героя. Но остался же Свен. Ну, Свен лучше будет. Свен будет на порядок лучше. Если будет Свен, я прям готов топить. Жалко, Ворока нету в пике. Сейчас Ворока был бы хороший пик, но он в бане. Если Астр видят, что это Омни Найт тройка, это просто Земля плюс Outworld Devour на мид роль. Одно из двух. Найкс с бомбой вместе с Землей будет хороша. Найкс против Суна... Ну, как бы тяжело играть все же. О, окей. Заяц. Это Дарксир. Расперед. Интересный пик. Ну, сейчас, я думаю, для Астр нужно банить ДП, потому что для Ихом это, мне кажется, идеальный герой сейчас. И Сталинс на ОД, и урон построения, которого им не хватает. И герой, который даст им какой-то темп, выйдет на объекты. Мне кажется, им нужен герой на мид, команде Ихом, который будет, сможет постоять против ОД и Земли на миде. Темпларка, возможно. Темпларка уже не так хороша. Я понимаю, что не так хороша, но какой герой еще может постоять против Земли плюс ОД? Что-то типа Акаша. Акаша как раз плоха. Почему? Ну, потому что если ты поставишься под Астрал, то ты умрешь. А ДП разве не уживает, если на него нападают? Ты умрешься, ты блин конешься. ДП, кстати, проживет. Ну, тогда им тут ДП, тут не нужно выдумать. Для Ихом лучший пик это ДП. Время как Астрал нужно вдумать, как выиграть этого СВ, но при том, что у них Дарксир. Планица лайфстилер команды Ихом, и остается Тролль Варлорд. Остается еще Сларк и Урса. Из прям таких сильных героев, которых я бы отметил. Кстати, Урса под Суржом и вместе с ОД выглядит хорошо. Несмотря на то, что против них есть Омни Найт, который имеет Guardian Angel. Ты купишь Веном и сможешь гонять Омника. Даже под Дигген Аурой. Потому что там у тебя есть хороший баф на мусспид от Гримстрока. И Сурж как бы всегда будет. И Земля, которая инициаторы. И даже сейв есть в виде ОД. Поэтому Урса мне тоже здесь импонирует. Урса нормально, да. Ну, как-то Сларк больше доверия внушает, честно говоря. Ну, Сларк, как-то контроля на него вообще нет. Сларк это больше файт. Но Урса это Рошан и контроль. Больше такие грамотные файты. А Сларк это просто так. То есть темпово сноу болишься. Забанили Бруду команды Астов. Забанили. Вставляют ДП. Тролл. Все-таки тролль. Ну, на Верочку хотят играть. Не худший вариант. И остается иметь героя для команды Ихом. Что это может быть? Может быть, это Разор какой-то еще? Думаю, нет. Ну, как-то Слабуд Разор выглядит, мне кажется. Да. Тут ДП Лешрак, но Лешрака, мне кажется, поубивают. Лешрака убьют 100%. Кстати, Винд Рейнджер, либо ДП, наверное. Винд Рейнджер тоже имеет. Можем еще пройтись по сигнатуркам Феррари. То есть смотри, Драк Сир, то есть Темпларку не возьмешь точно. В смысле? Ну, Темплар Астасин для Ихом, ты же на него не возьмешь здесь. Такую ситуацию. Как? Ты не помнишь Феррари на Темпларке? Я помню. Тут все-таки Земля, Драк Сир. Ну, против Тролля тебе неприятно, я согласен. Но на медиа ты постоишь нормально против Земли. Земле неприятно играть против Темпларки. ДП тоже хороша. Винд Рейнджер. Мне на самом деле Винд Рейнджер больше всего нравится, потому что против Тролля это хороший герой. Ты покупаешь Майл Штором, и он тебя Баттл Трансом никогда не пробивает. ОД не хочет собирать МКБ. Ну, и, в принципе, других героев так-то нету на ВР-ку. Все-таки... Что-то герой разорный, что не нравится. Ну, мне не нравится разор, на самом деле. Мне тоже, да, мне кажется, это не лучший пик. Хотя логика понятна. Герой, который просто стоит против ОД, скорее всего, переживет нападение. Да вот именно, что он не переживет нападение. Если не переживет, тогда точно провал. Ну, и герой, который будет стрелять, демошу высасывать. Вопрос, на самом деле, к Чуашу переживет ли он нападение, потому что ты же на спирите вкатывался в много кого в своей жизни. Вот вкатывался пару раз. Ну, и как оно? Как вкатывался, так и выкатывался. Короче, розетка переживает, не переживает? Да в целом неплохо. Зависит от первых пачек, грубо говоря. Ну, в целом там можно поддушить. Хорошо. Твое мнение по поводу того, кто здесь должен одолеть? Надеюсь, что Team Master справится. И я за Team Master. Ихом. У нас 2-1 в пользу Team Master, друзья. Давайте посмотрим, что у нас там по поводу твича. Я так понимаю, что за Ихом будет большинство, да 60 на 40. Опять же, топят парни за Феррари. Ну, и мы мешать им не будем. Будем сопровождать все комментированием адекватно вместе с Дахаком. Ну, Арк красавчик. Он за перегровки, он за продолжение просмотра Китая. Мы, собственно, наверное, поддержим в этом вопросе. Ну, лично я. Я думаю, что Никита не очень хочет. Боюсь, не очень, потому что есть Разор против Тролля. Есть Аппарат против Тролля, который не позволяет ему хилиться. Но, с другой стороны, есть Дарксир, который перекрывает 2 этих героя. То есть у Тролля точно будет хорошая линия, потому что он против Омника. И Тролль под Сержом будет выигрывать 1 в 5. А у него еще есть ОД, который будет делать то же самое. Есть хорошая комбинация под Дарксиро. Ну, Саня, Заклипс можно бахнуть, если что, разочек. Нет комбы под Грима. Это неприятно. Ну, в плане именно скиллов под ульту. Но по игре Бобока под двумя щитами. Один от Дарксира, один от Грима. Это будет опасно. Бобока один из лучших исполнителей на Spion Show. Давно так было, да. Давно так было. Но это, в принципе, он возвращался, где-то пропадал. С, в общем, обзора нашего, скажем так, и про сцены. Но на Эрспирите с Дарксиром под Айн Шеллом. В центр выкатываемся в Разор. Линию выдерживаем. Там забираем крипов. Мне кажется, это должно быть тоже интересно. Но напомним, друзья, что Астер в случае победы против команды Ехом. Они, собственно, вместе с Сидеками отправляются в плей-офф играть завтра. Ехомы отправляются в следующий сезон. Если Ехом побеждает, смотрим еще одну карту. И судьба переигрывок будет решена там. Продолжим, не продолжим. В общем, скоро узнаем. Давайте смотреть игру. Отправляются под смоками сразу ребята из Ехом. Вообще, мне очень сложно представить ситуацию, при которой чемпион второго Инта, шестого Инта, под руководством чемпиона четвертого Интернешнл не отбирается на Интернешнл под номером 9. Это было бы супер, конечно, странно. Но шанс такой у Ехом сейчас очень высок. Ей нельзя проигрывать. Боюсь, этот шанс большой. Особенно с учетом того, что я еще посмотрел на, скажем так, быстрый закуп Свена. И что там? Я, может, ошибаюсь, но, по-моему, Ами с Момом не выиграл ни разу. Просто ни разу. Мом. Да, то есть если он его действительно соберет, я не знаю. Если он выиграет, то он, конечно, молодец. Ну, то есть, давай, самые главные причины, почему Мом не должен побеждать. Почему тебе здесь не нравится Мом? Ты должен нажать все три скилла, прежде чем... Нажмешь Мом? Да. И это проблема? Это огромная проблема. Ну, то есть, ты встречаешь саппорта и, возможно, будет файт. В нормальной ситуации ты нажимаешь стан, убиваешь его. А в ситуации с Момом ты нажимаешь ульту, нажимаешь первый, нажимаешь третий, нажимаешь Мом. Потому что иначе, если ты нажмешь стан, то больше ты больше ничего не нажмешь. Да, ты можешь ничего больше не нажать. Это нюанс. Это огромная проблема Мома. И за свои деньги все, что он тебе дает, это ускоряет твой фарм. То есть он не дает тебе файт потенциала, он не дает тебе статов. Ну, то есть условная сабля в разы лучше, не зря ее пикают чаще, в смысле покупают чаще. Да, и в конце концов купил ты МОМ, откуда ты МОНу возьмешь? То есть тебе придется, скажем так, жертвовать талантом на 8 силы халявной. Это 160 хп, я извиняюсь. Это прилично. Это очень прилично. Ну посмотрим, пока это лишь только быстрый закуп и конечно же его можно будет поменять. В зависимости от того, видимо, как у Свена линия здесь будет складываться. Но пока X-XS забирает первую пачку вместе с Бобокой, подайншелами... Но их это устраивает. Если земля не пошла выпуливать next пачку, почему-то... Пропустили, да. Это ошибка, да. Опустил. Вот так вот он сделает и, в принципе, он вернул. Нормально. Мог это сделать без камня, но, скажем так, ошибся и справил, молодец. Потери не большие. X-XS вторую пачку сейчас заберешь. Еще тут в боте, скажем так, не очень крутая линия для Ехомов. Потому что тролль хорош на линии против Омника. А тут еще такой прикол, что Рубик качал стан для ФС Влада. То есть Рубик это действительно будет крипом. Пока второй не апнет, там даже фейтболт не дать по сопернику. Реально есть в этом матче небольшой нюанс. Ну, на уфлейне, скажем так, кастер пока фейлит. Потому что аппарат не должен так сильно пробивать. И это точно проблема. Ты смотришь на это и их прогоняют. То есть единственное, что, скажем так, светлое пятно, это то, что они заблочили все-таки большой. Там еще война с центре была. То есть поставили центры, поставили вражеские центры, сразу все это сняли. И поставили еще один центры. То есть это грамотно. Отпуливать нет возможности, только на маленький спаун. Да, отпуливать нет возможности. То есть у Свена вот там рекорд какой-то был, что типа на минуте пятьдесят четвертый уровень. Это возможно, если ты заберешь большой кэмп. Тут, ну, почти третий на два десять. С учетом того, что первую пачку он делил с аппаратом. То есть там при этом рекорде он не делил с аппаратом и забрал большой. Ну, то есть в соло, потом выпалил на большой спаун. Все это забрал и был доволен. Ну, видимо так. Но пока у него видим, что крипстат 15 на один. Все великолепно. Дарксир с Р-спиртом явно начало пока не самое крутое. Дарксир не забирает огромные там спауны. Не спаун даже, а вот коллекцию вот этих вот волн крипов. И всего имеет место. Только один средний забрали. Так что такое себе у него все. Ну, не супер круто, да. Ресурсов у него не очень много, крипов у него не очень много. И Свен делает хорошую вещь. Он играет не на свой фарм, он играет на то, чтобы у Дарксира было меньше. То есть он встретил пачку и он не пушит эту линию. То есть он просто так убьет вражескую пачку. Ну, и свою я имею ввиду. Не вражескую, а свою. То есть противник не засчитается одной пачкой. Он, конечно, немного пушит за счет второго, но одного-двух крипов он заденайл. Двух, если быть точнее. А, что неплохо. Все остается ранжевой и маленький. В миде, конечно, проблема ЛД. Эта матча более фейворит для Разора, но... Отставание слишком большое, по-моему, да? Да, отставание слишком большое. Потому что там в первой пачке был момент, когда у тебя умирает милишный крип, и на тебя нажимается static link. И что он сделал? Он стоял под ним. Да, он стоял под ним. Типа крипа забрал, но потерял за это 40 урона. Причем показалось, как будто он просто не увидел то ли анимации, то ли чего. И потом только поздно среагировал и отошел тоже момент в этот момент. Еще у меня есть вопрос к тролю. Что, скажем так, билд без щитка, он, конечно, крутой. Но я его могу понять только в миде. Потому что на стоять линии всегда найдется герой, который сможет тебя побить. Даже вот против Дарк Сиро ты стоишь, в любом случае есть крипы, которые атакуют тебя. И это неприятно. Но стоит пока так. Что у него по крип стату? 19 на 4? В целом неплохо, да? Сложный там кто-то. На такой линии, особенно где Рубик берет стан, для меня это такой себе результат. Он пробивается, он потратил уже почти всю ману. И у него на 4 крипа больше. А Рубик был со станом. То есть это просто крип. Ну да, то есть он не мог мешать. И мы просто берем в сравнение там даже не... На самом деле, да. Есть второй Айншелл. Он дамажит неплохо, скажем так. Как пытается убить, а? Да, они убьют. Чуть-чуть получили. Чуть-чуть налаживается в топе. Опять же, Мом. Буду смотреть за его реализацией. В боте кончается реген, ну, тролля. И в курице у него ничего нет. Небольшие проблемы в боте. Только стики есть, да, пока. Но Омник чувствует себя здесь королем. Где 200 у него. Тролля явно меньше, что 400 колты. Ну, я говорю, это ошибка тролля, потому что тролль, наоборот, берется в Омника. Потому что вроде по игре там ульта Омника, все круто. А по факту тебя на линии душат. И тебе довольно сложно становится играть. Сложно играть пока тролля, мы видим, на этой линии. Да, сложно играть троллю по какой-то причине. Танго у него, конечно, есть. Там заполил его Кью, мы видим. Ну, я надеюсь, они хотя бы, не знаю, в миде попытаются атаку. Потому что Разор там плюс-минус постоянно пол хп. Да, посмотрим. Вот сейчас он будет вкатываться. Там аппарат стоит, который будет сейвить. Пол фит. 430 открывается плазма филдом. Бастрал спрятали. Замерз. Должны хватить дэмэджа. Сань, с эклипсом. Да, с эклипсом. Ну, подожди, есть верифайр, тычка в спину. Попадешь. Айншел. Даже не потребовалось. Да, да. Ну, там много ТП. Ты посмотри, Хоуму чуть ли не полным составом сюда приходит защищать. Он выживет топ. Я не выжил. Ну, он должен был откинуть, конечно. И шанс на выживание бы увеличился, но бывает. Ну, много ТП потратили Хоуму. Тролли высвобождается линия. Он сейчас будет стоять просто в соло против крипов. Никто ему там не мешает. Пока Омник перейдет вниз, пока Рубик сместится туда же. Пройдет какое-то время. Там одна-две пачки в пользу тролля. И причем без проблемно. Нормально. Так что выход получился. Ну, вот то, о чем ты говорил. То есть Расперид может помочь в центре. Он пришел, он помог. Он не то, чтобы даже убил Рейзера. Они еще и стянули очень много ресурсов в центр. Если что, они его убили, во-первых, начиная без Астрала. То есть Астрал – это еще количество урона. Это стопроцентная вкатывалка и так далее. Получилось, что напали без Астрала. Астрал под конец был. И они все равно убили. И самый такой главный плюс нападения – то, что убил Дарксив. Да, сексесс собрал. В чем это прикол, объясняю? В том, что когда ты убиваешь героя, какой-то способностью или какими-то призванными существами, ты получаешь экспу. Независимо от того, где ты находишься. То есть Дарксир, который потратил ману в топе, он получил за убийство 200 монет и экспу. Как тебе такая стенка? Для дефа? Защиты поставил, да. Немного рановато, на самом деле, но опять же… Прогнал просто. И сейчас будем смотреть, насколько Свен будет больше фармить. Если бы еще была какая-то статистика, типа… В сравнении Медас и Мом, типа? Да, да. Было бы интересно. Ну, слушай, ну пока все уверенно. Пока все очень хорошо. У Свена 4600 в сравнении с троллем тем же 2800. Естественно, тролль не тот герой, который любит покупать себе там Медас. В темпе может потерять. Ну, я не знаю, барабаны Яши, вот с этим добро выйти. Барабаны на тролля я ни разу не видел в своей жизни. Откровенно говоря, в этой игре я бы собрал Молнии и Башер, потому что ты будешь останавливать через БКБ. Но, скорее всего, ему придется собрать диффуза, потому что у него в команде жадный герой в виде ОТ. Так что тут либо диффуза, либо Молнии и Башер БКБ. Ну, то есть Яшу не надо? Ну, я думаю, тут без Яши. Она мало что дает. И в последнее время вообще ее никогда не собирают. Да, вот Молнии. И, скорее всего, будет либо Молнии БКБ, либо Молнии и Башер. Тут это уже зависит от игры, как будет. Ну, слушай, вот восстанавливаются Астар. То есть провал был в начале, но сейчас за счет того одного маленького смещения Нерр Спирита налаживаются дела у Дарксира на топе. У него топовый Нетфорс. Тролль поднялся тоже. 3300. Все еще у Свена уступает, но при этом свои деньги тоже имеет ОД. Разве что трудности, ему восстанавливаться придется. Ну, я не знаю, от Волдваур здесь должен реабилитироваться с помощью Мидаса в этой игре. Если честно, для него тут очень хорошая игра. Потому что ОД против нуля Сайленсов. ОД против Омника. Он может Мидас позволить. Ну, то есть в лейте он их точно выиграет. Причатку пока себе принес, но это не ПТ. Только я не уверен, что он сможет с этим Мидасом пережить. Во-первых, потому что у него тролль. Он берет Моуни. То есть Моуни выгоднее для тролля, но для команды это менее выгодно. Потому что это немного жадно. То есть тебе импакт именно чуть позже. Топа контролит. Топа контролит. Законтролил Фейт Бьян все-таки на Омнике. Выживет, выживет. Колдфит не сработал. Не заморозился по боку. Пока отходит. Там, конечно, замедление жуткое. Кама тоже здесь. И подтягивает сюда. Чай Юань-то на хосте, кажется. Получается, на теклик надо отбежать в сторону. Неплохой силе Кинезис. Вот это было вольно. Расперед молодец. Закатился. Минусует Рубик тем временем. Фейт Бьян отходит. И фраг в пользу команды Астрак. Один, правда, только. Но нормально. Второй, если он соберет себе Мидас, скорее всего, он может за это умирать. И если он один-два раза умрет из-за того, что у него нет форса, ему будет плохо. Он, кстати, уже не до максимума. Не уверен, как он его в фарме использует. Но, видимо, сейчас будет использовать с блинком. И сразу вниз ты посмотри моментальное перемещение. Ну и сразу блинк спалил. Блинк показал, и ГТС включил, и МОМ активировал. Но вышка падает. Активный. Очень активный Свен получается. Это не тот Свен, который Мидас, Сабля, блинк, БКБ, только потом в бой. Этот Свен, кажется, готов уже побеждать игру. Ну, откровенно говоря, любой бы Свен сейчас должен был быть в боте. Тауэр бы он в любом случае забрал. Больше сейчас надо смотреть, как он реализует. Посмотрим. Команда пока выходит в центр. Ведет вперед Фейд Бьян. Фейзы есть. Есть Сол Ринг. Ну, там просто выжимают территорию Астера. Астера уходит потом. Собирает форс. Он не стал жадничать с Мидасом. Соберет форс. Может быть, после форса даже сразу БКБ заберет. Форс, БКБ, Кая, что-нибудь подобное? Кая жирновато тоже. Опять же. Прозор 3 имеет. Сосовоку. Тоже такое редко увидишь. 2 все оставляют. Потому что неэффективно и замедляют. Ну, он линию хорошо выиграл, так что, в принципе, его сложно видеть в этом. Ну да, может... Может позволить себе. Нам смог от Астер. Так, вот интересно, Омника смогут перехватить. Но у него Хевенли Грейс был активен. он заканчивается. Рейзер уже успел зафармить два спауна и просто оттуда уходит. Робика убьют. Да, роллинг. Болдер отличный. Забирают. Убивают. Фейтбьяно тоже замедлит. Там залетает, конечно, на айс-классном предупреждение. И Рейденты дальше не пойдут. Под Тир-2 дайвить не хочется. Там тем временем Свен огромные стаки зафармил, потому что Свен сильно проседал по ХП. Ну и фарм сразу. Смотрите, как он стал. Да, да. Фарм у него хороший. Ну, опять же, в сравнении с троллем будем вести и 2 800 разница. Неплохо. Тролль пока только Джевелин молниями похвастаться не может. Бегает много из команды, в том числе он доосновится, дофармится. Все-таки молнии с молниями скорость фарма увеличится. Вот там сравнение как раз-таки двух керри. Но видим, что вот на нейтралах Эншенту 1600. Это то, что зафармил Свен. Да, да, да. Это вот та большая разница между ними. Ну, опять же, там еще огромная разница в потраченном регене. То есть Свен вот так вот решил. Даже не БКБ. С Энджин Диаша, да. Но вот залетает, и вот он уже боец. Он летает и убивает. Слушай, мне нравится этот слон. Он активный, он суперактивный. Ну, если он один раз умрет, он перестанет нравиться. В темпе может потерять. Не только тебе, а... Командир Хоум. Да. Ну, пока все получается классно. Она показывает как раз-таки этот рекорд на блинк. Быстрее быстрого на минуту 25. Прошлый рекорд был 12.45. Красавчик. Опять-таки, это все результат того, что он покупал себе не Медаса, а, соответственно, взял Мом. И отсюда, конечно, быстрый блинк появился. Ну, хорошо, пока темп такой у Ихом бодрый идет. То есть после предыдущей карты, которую они провалили в салат команды CD&C, здесь уверенно, линии отстояли. 3000 преимущества имеют, бегают, забирают какие-то объекты. Хотя, опять же, я считаю, что пик у них был намного хуже. Ну, по ходу игры, может быть, это окажет влияние свое, если игра затянется. Те самые 3000 сейчас, как ты сам говорил, это может быть какое-то прям хорошее преимущество доминации. 3000 через условно минут 5-6, это уже немножечко не те цифры. Ну да, да. Будет совершенно другая игра, если будет уже все зависеть от того, что тролль под Сюржом, там условно с БКБшкой, то есть у нее невозможно выставить урон, а Севен это ну, средний герой против тролля, не просто так тролля пикают против Севена, потому что у него будет молния, у него будет баш, у него будет БКБ, и под Сюржом ты его не остановишь. Он просто будет вгрызаться во всех, даже в коров. Конечно, желательно сразу саппортов убить, но он сможет даже в коров вгрызаться. Есть нормальные комбинации, рано или поздно будет Хекс под ульту Грима, и в конце концов стенки. Да, да. Звучит классно для команды Астера, вот они и терпят пока, забирают, крипов, ну в общем, молнию тролля появится, скорость фарма увеличится, Антопик закатывается, ББОКО не докатился таксинку, получается, или кинезис. Да, Магнатайз сморованный, КСНК отступает, Айс Була замораживается, все-таки распирит неаккуратно, исполняет ББОКО. Ну и он умрет. Да, должен погибать. Под Айншелом к Китаврик идет, стан, так. Противостояние аппарата Китавра. ТП не нажимает, там таксир уже умер, просто влетает Эверэнд. Может быть кулдаун? Стики, ой, Пурификейшн, хорошо. Хорошо. Но если у него было ТП, он, если честно, мог ТП нажать после такого стана. Видимо, или не был, или не посмотрел, не обратил на это внимание. Ну, в любом случае, Энд, красавчик. Раз везут, молодец. Да, влетел в Дарксиро, Дарксиро убил. Кстати, передумал по поводу покупки с Энджин Яша, решил сделать себе Блокинг Бар. Ну, это было слишком жадно, то есть он себе частично может это позволить, потому что у него и так статус резистен 60%, 50% подобникам. С Энджин Яшей будет, на самом деле, сложная математика. Там не прямое сложение, да, там не 64. 57% будет. 57, по-моему, да, или 58 даже. Нет, 57. 57, да? 14 дает Саша Яша, 14 на 2, 7. Типа, был бы хороший статус резистенс, но урон бы он все равно получал. То есть это было бы рискованно. Но в лейте этого дало бы больше профита, потому что чем позже ты покупаешь БКБ, тем, соответственно, круче, потому что 10 секунд. Погибает XXS на топе в очередной раз, и неужели выживет там, да, выбегает, все-таки остался в живых, и Сумонус его тоже ввел. Потому что в GDS кулдауне, и обраточка. Обратки не будет. Нет, обраточки не будет. Да, там Heavenly Grace, тролль не стал удраться, молнии только покажут. Теперь лишь вопрос в тролле. Будет он жадничать и покупать башер? Диффузы, я думаю, да? Нет, он должен либо башер, либо БКБ брать. Да, ну, это зависит, скажем так, от возможности. Но игра замедляется тем временем. Ну, то есть не то, чтобы замедляется, а их он скорее перестает зарабатывать больше денег, чем они получали на старте, убивая соперника. Есть какие-то минусы, там, ганги одиночные под Darkseer, но мы видим, что Darkseer сам, от World of War, тролль все-таки свои деньги тоже выфармивают с карты. Есть смог даже, попытка забайтить на тролля, Кама идет вперед, но Тайер на это не покупаются. Они стоят в районе центра, там, нижнюю линию занимает аппарат вообще. Мне на самом деле немного интересны вещи Разора, потому что то, что я видел у него Фейзы и талант на ХП, это значит, что все, что он в игре будет делать, это танчить. Да, у него урона не будет вообще, то есть у него 0 атакспида. Обычно ты берешь либо ПТ, ХП, либо Фейзы и ловкость. Он, видимо, решил такого фуллтанка. Атакспида тут просто нулевой. Ну, то есть, да, под блокимбаром идем вперед, а дэмэдж будет носить Свен. Вот он сразу должен прожимать все скиллы. А из Бласт? Больно, больно. Очень больно, да. Тут защитить было просто нечем. От Волт 2, вроде даже делал ТП, он просто не успел. Там моментальное вытирание тролля. Так, ну и что? И с остальными идти надо. Рейдинты под Вардом бегают. Сейчас их видно, перемещение, видно Кью. Кью как-то ТП сразу не нажал. Лангсвелл на себя это не спасает. Раз. И второй удар там залетает от 430-го. Два минуса. Еще два фрага и 5000 за Ихоум. Конечно, Ихоум в прошлой карте, Ихоум в этой карте это просто две разные команды, так по ощущениям. Ну, либо Астер. Все печально, потому что, опять же, проблема не в пике. Так, я извиняюсь, а Разор в случае мне на 15-м взял этот замечательный талант. На 15-м. А теперь надо Разору посмотреть, как капается с третьего на четвертый, второй. То есть на те же самые 7 урона с таланта только еще кулдаун режется. Ошибочка. В итоге он дополнит, потом прокачает, кстати, клинк и талант будет плюс. Ну, да, просто качай талант овер второго спила, ты теряешь 5 секунд и получаешь ничего. То есть это такая ошибочка неопытных Разоров. Я, скажем так, имею винрейт 10% по-моему на профсцене на Разоре. То есть это просто один из худших моих героев. Ну, я знаю такое. Да, причем уличить в неопытности Феррари, конечно. Да, да, да. Феррари, Феррари. Ну ладно, мы уже и подмечали его не самую лучшую игру на Тволду Вауэре на этом турнире. Вот сегодня он, правда, зацарил на арке. Замечательный матч выдал. 90-минутный. Затащил, выиграл. Но это немножечко не арк, это рейзер. Получается пока не так круто. Ну что, завладели карты полностью тихом. 20-я минута, сейчас руны законтролят. БКБ у себя на есть, он уже пользовался. Нет, по-моему, не пользовался. Не пользовался. Не пользовался. Прокудная БКБ. Рспирит делает форста муспида. И 5 муспида. А какая разница, если его не нажмешь? Против аппарата, против Розора, маловероятно, что ты его нажмешь. Ну это как с Блэкхолом Энигмы тоже. Не всегда вкачивают. Два. Вообще, по-моему, никогда даже. Не, ну некоторые берут. Было-было. Это точно. Но некоторые не берут. Забирают в очередной раз Дарксилера, но он вынужден рискованно фармит на топе. И там его ловят раз за раз, забивают. В общем, терпит Астер. Просто терпит. Ничего не остается. Выходим в лейт. Попаем БКБшки. Там что-нибудь и порешаем. ГПМ взял в себя аппарат. Ну он тоже готов, если что, по артефактам разжиться к лейту, если что. На самом деле все довольно плохо, если топ-линия это уже опасно для рейдинтов, потому что это наоборот должна быть самая сейвовая. Там все проваржено и так далее. А там опаснее всего. Чай Юань хорошо отыграл. Приспятал себя в астрал. Блинкаут из-под разора и, собственно, выжил. Там же Айзбласт накрывал. Очень было тяжело. Но спасся. В итоге стянулись и Хоум сюда на нижнюю линию. Вверх теперь высвобождается. Теперь это более-менее сейвовая линия. Ну только из-за того, что и Хоум внизу находится. Ну и тролль добирается там, ну понемногу, ковыряет на свой БКБ еще чуть-чуть. А, кстати, и Рейзер БКБ нажал. Тут, кстати, вообще хорошо. Вот те самые ранние БКБшки, которые ты покупаешь и тратишь вот так вот. Без драки, без ничего. Просто нажал БКБ. Свен уже с Кристаллисом выходит в Дейдлс. Ну, на самом деле, мне кажется, это ошибка Разора, то, что он не убил УД в боте, потому что если он начинает драку... На самом деле... Нет, ему сложно. Тут в чем прикол? Ему нужно нажать как-то Ю, но уже после присоски. Это почти невозможно сделать, не нажав первый. То есть он нажимает первый, подбегает, нажимает присоску ульту и нажимает БКБ, чтобы УД не спрятал его. Но сбить Дайдер без первого невозможно. Ну да. А первый уже был использован. Да, первый уже был использован, поэтому там без вариантов было. Ну, УД просто так уже. Неприятно 430-го. Ничего страшного, как говорится. Бывает такое, но... УД жадничает как-то, собирает пику. Пику взял, да. Откровенно говоря, пику я не видел давно. Не то, что на УД, а просто как ИТМ, потому что ИТМ нерфили 50 тысяч раз, стоит миллион маны, дает очень мало, стоит много денег. То есть за 5250, если я не ошибаюсь, ты получаешь предмет, который дает тебе очень мало. То есть лучше оставить форстаф, купить что-то другое? Да, лучше оставить форстаф, купить хотя бы Шиву, как он планировал, ну, либо лучше БКБ, но у БКБ тоже есть свои минусы, то, что два героя тебя с физики убьют. Ну, это же та самая комбинация, когда ты спрыгиваешь, впрыгиваешь на блинке в удобную позицию на УД. Да, и четыре тычки. Да, четыре тычки через пику. Так будет и интеллект. Его Рубик, вот, где четыре тычки. Так, подожди, подожди. Нежели убьют? Астрал, форстаф, спрятал себя и теперь будет блинкаут делать. Кто-то накроет. Рейзер, Плазмафилд, Плазмафилд, крейдисом, радиусом не достает. Чай Юань спрятался и тп. Там, в любом случае, кулдаун был, а у Юлы не такой большой рейндж. Ну да. Но в итоге Чай Юань в очередной раз обманывает 430-го. Рейзеру неприятно. Сколько он выходит на это убийство, тпшки тратит. А все не получается поймать. Ну, время, это время идет. Да, и холмы все еще укрепляют свою преимущество. Уже 7 тысяч. Но тролль добрался до БКБ. Это вот положительный момент. Если ОД как-то доберется до БКБ, там можно будет и квадрат. Или мне показалось? Удар? В курицу Рейдингтон. Да, гем. Верспирит. А, нет, у удареров. Просто, когда на тролле был, показался гем. Вот сейчас смотри, гем уерспирит. Да, гем уерспирит. Просто, когда на тролле показался гем, это удар. Ой-ой-ой, дружище, а ты тут в Сталянова. Ну, он БКБ тп аут. Или БКБ бежать? А тп аут. Ну, там команда подтягивается, поэтому он тп не жмет. Будет жить. Будет жить. Странно, что за ним не почизили, потому что кто такой с вами без БКБ против такого пика? Даже под репелом. То есть был шанс зацепить драку, да? Ну, мне кажется, да. Но, видимо, был потрачен серф, поэтому они не стали рисковать. Ну, и они очень много проигрывают. И вот сейчас нет БКБ. За баунтируны? У Раззора, ой, у этого не будет демеджа. На его форстафнули вниз. Вакуум под Гентавра, и туда же можно. Вакуум санет из Эклипс. У него нет БКБ настроения. Да, и он погибает. Вау. Вау, Вау, Астар. Это шикарная комбинация. 430-й под БКБ, ТП, нажимает. Он успеет, он успеет. Астрал. О, вот это провал, Ихо. Вот это, это так неприятно. Вы делаете, ну, практически все идеально на 25-й минуте, и вот такую драку отдаете сопернику. Какой же кошмар. Ну, Браво, Браво, Дарксир. Вакуум и Станк Кентавра под Волов Реплика. Ну, больше, чем Браво, Дарксир, есть вопросы к Свену, который, а, там находился и подставился, а, Б, почему вы вообще там находитесь, когда у Ствена нет БКБ. То есть, кто такой Ствен без БКБ против данного пика? Ну, вот, Астры показали, кто он такой. Ну, да. Не жилец, мертвец. И сразу Рошана. Слушайте, ну, драка в чистую, плюс Рошана, Егис. Ох, ну, давайте посмотрим за этим моментом. Вот он, Дарксир. В общем, там почти заморозился этот Кентавр. Вот. Оп, оп, на последней секунде здравствуйте и в заморозку можно. Ну и все, тут просто все залетело. Строка Фейтс, Антис Эклипс. Классно. Солбайн туда же пошел. По факту, Рейдинты выиграли без Троля. Да, Троля 0 демоши сейчас. Минус 166. И он БКБ нажал, еще типа дерется. На самом деле, Астрал там сбил Рейзер УТП. 3000 остается их Ом. На самом деле, очень серьезный удар, наверное, по морали, да, вот такой ситуации, когда вы доминируете и вас убивают. Что чувствует себя тот же Свен? Как бы ты себя чувствовал на его месте? С Момом плохо. Поэтому Мом не собираю. А если бы даже без Мома, но проиграли так драку? Тяжелый удар, ну сильно, вот по морали-то бьет. Да, на самом деле, ну, ты должен продумать не как все плохо после этой драти, а как это изменить. Как выкрутиться. И изменить еще можно, потому что 9-секундное БКБ под Дагедалусом, под Соларом, то есть проблема только в Тролле. Который, как я и говорил, собрал Моуни, собрал БКБ, собрал Башер. Единственное, был порядок, типа, БКБ или Башер первый. Он решил БКБ. Надежно сыграл, да, получается? Дагедалус готов, прыгает просто вперед Свен. Вот, конечно же, Ковенли Грейсом, минусует Эр Спирит. Есть байбэк, будут ли драться вопрос? Но я не тратил БКБ. На самом деле, Рейдинг там сейчас будет плохо. Они уграли 1x1. БКБ это В, сбить нечем. Камо не пробьют. А БКБ Свен тратил, да? Свен не нажимал? Нет. А, и там Гем выбили еще, по-моему, да, Сор Спирита? Да, да. Ай, какой кошмар. Ну, они свой забрали, обратно, скажем так, вернули. Но, откровенно говоря, после того файта, что был проведен, и после Ай-Едиса, даже с учетом преимущества, для Астр, это довольно простая игра, если они не будут ошибаться. А то, что они отдали Гем, ладно бы просто 2 саппорта умерли, но отдать Гем, это многого стоит. Хороший выход получился от E-Home, но Reddit как-то не ожидали. Не готовы были принимать здесь бой, но и опять-таки молодец Энд, который БКБшки просто так не нажимает, знает, когда это будет. Нет, мне казалось, что если он нажмет БКБ, если из трех ударов один будет крит. Думаешь, пробил бы тролля? Да. Не знаю, не знаю. Он что-то не с фулл-ХП, по-моему, делал ТП, нет? Да, но у него же ничего нет на защиту. Сколько там, 2000 у него? Здоровья, да. Ровно 2000. Вот на самом деле Скади мне не очень нравится. Да ты. Не знаю, если ты бери им Жолнир и потом делай Скади. Ну, хочет пока так. Но 4000 остается пока за E-Home. Окей. Ждем следующих драк, видимо. Reddit не торопится воевать, потому что от Волдуар, по-моему, там тоже не готов вступить в бой. После пики появилось ли что-то ООД? Шива еще не дофармил. Да, вот Плэйт Мэл имеется, он добавил себе брони, что приятно, конечно, при борьбе с такими героями, как Свен. Ну, а дальше Шиву купит, и будет какое-то замедление тоже хорошо. Шива покупает себе и Рейзер от Феррари. Я так понимаю, Юл БКБ Шива, да, вот такой билд, и дальше он будет делать Хекс. Урона он делает 0. У него из всех 6 предметов атак спид дает в рейсбэн. И стики 2 атак спида дают. Зато как он классно высасывал у тролля в прошлый раз дэмэдж. На это будет и уповать. Ну, опять же, тролль должен под этим бегать, под Сержо. Да, да. Еще мне не очень нравится правый талант Роляна 15, который дает максимальный заряд ферверов. Это не очень эффективно, скажем так. То есть лучше брать дэмэдж топоров? Да, топоры слишком быстро помогают тебе распушить линию. То есть ты везаешь 2 топора, 1 тычка либо прок мауни, и они все умирают. И сейчас будет важный файт. В спину заходит, ребята, из Ехом. У всех есть свой вижен. Да, причем Мэнс просто зашел. А, все нажал. А, ОД, Форстав, хорошо, Форстав. БКБ нажал, и от него все ускользают. Он не может бить. Он теряет БКБ в никуда, фактически. Есть Астрал, интересно. Свен пробивает тролли, тролль понимает, что траться не хочет. Есть Шива Солбайн. Пошел. Оба БКБ. У них нет БКБ. Я, он закончил, и у Спирит закатывается. Да, дает пактетайз. Надо чем-то добавить, правда. Там может залететь в тролли. Айс Бласт, тролль Айс Бласт успевает нажать свой ультимейт, но это Астрал. И он умрет. Он умер на тролле, да. Он взорвается. Да. И драку проигрывает Рейдент. Минус 3. Почти раскатили, почти развели, но вот последние вот эти вот Астралы, не очень, наверное, дачная Чай Юаня, тоже БКБшки потратили, и не получилось. Откровенно говоря, у меня есть вопрос, как Рейденты проигрывают драку, когда Гримстрокс тролл от Волдоваура, и тролль вообще никого не бил. То есть он там урон нанес тысячу, по-моему, за драку. Хотя он был тоже под БКБ, и он тоже нажимал свой ультимейт. У тролля очень много урона высосал разор. И вопрос, как это вообще возможно, когда у тебя есть Серж и есть БКБ. То есть проси Дарксиру Серж только на себя, потому что он никому другому тут не нужен. Ну, Дарксиру либо на себя давать, либо на... Хочется ни на одном из этих героев, но двойная Лебарда, она слишком хорошо работает. Теоретически какой-то Дарксир, наверное, мог приобрести, да? Ему ближе. Дарксир... Нет, я думаю, точно не Дарксир. Ну, а кому? Земель и не так плохо, откровенно говоря. Без денег, видишь. Урна Форстав. Форстав он собирал одним из первых, поэтому там не могли... Да, на творчество у него не лучше. Не могли упустить Форстав, пренебречьем, что он собрал... Ну, возможно, у них просто нет денег для этого, потому что Дарксиру собирать... А что он? Он БКБ хочет. Ну, Дарксиру прям очень плохо. Это либо Земле собирать, либо Гримстрока, если у него много. У Гримстрока достаточно много, но у него... Линза и Форс. То есть это два итема, которые достаточно мастхэв. Ну да, они нужны здесь. Покажите, там 4 Форстафа, да, получается? Гриммер, Спирит, Пика, что еще? XXS на Форстафе, на Тарксире. Ну, разве что Камы нет. Я бы сказал, что Тарксиру Форстаф не обязательно. Возможно, да. То есть пользу на Тарксире Форстаф, когда у тебя уже есть три. Ну, очевидно, что он собирал раньше, чем условная Земля, которая имеет мало. Но все равно, если он планирует это делать... По-моему, даже позже, чем Земля он начал покупать эту Форстафу. Это немного странно. Тогда уж реально мог Алибарду собрать, потому что Алибарда слишком хороша. Ну, у него вообще такой вот Тарксир из обычного героя, там, знаешь, с Грифсами, с Кримсоном, с Пайпом каким-нибудь, с Лотусом. Такой вот, смотришь на него, и у него Доминатор как-то скромненький, Аркингутцы, Лотус лял. Сейчас будет делать себя единственное, чтобы просто не умереть за врыв Свена. Потому что несколько раз Свен просто выключал его в соло. Давайте посмотрим, очередная атака, возможно, будет под Хевенли Грейс. Тут просто забирают Цветыню. Драться Рейдинг или не драться, в общем, вопрос. По Цветыне-то хочется, может? По Цветыне он наилучший вариант. Давай посмотрим, залетают. О, это хорошо. Хекс, Лотус. Ну, два удара Форстаф, ХХС еще Форстаф. О, боже мой, он еле выжил. Но дальше трака будет, кажется, Фейд Бьян сам под БКБ. Прикол в том, что уже нет двух БКБ у Дайер. Помни-ка ее этого. ГА, под ГА бьет ролик, Липс есть. Хватит ли сил пробить Энда? Вакуум, баллов, реплика. Тролль впивается под своим ультимейтом, но ноль урона. Там все высасывает с него, конечно, Рейзер. И Энда добить не могут. Тролль погибает, выживает. У нас Энд бьет еще ХХС, который бесполезен. Он не знает, что ему делать. Его снова Форстафует. Здесь Шива есть и блинг аут. Энд, красавчик. 430-й трипл килл, ультра килл. Ну и последний рэмпедж, его убегает. ХХС. Первым подставлялся под фокус. В итоге единственным, кто остается в живых в этой драке. Ну, откровенно говоря, опять же, для драка... Эл перепутал, извиняюсь, плохо разговариваю. Драк для Астера начиналось слишком хорошо. Дарксир... Выжил. Дарксир дает обратный стан Свена и выживает. Свен тратит на это все ресурсы. Просто так прожимаются два БКБ. Но все равно не хватает. Вот даже такое. И теперь у меня вопрос к троллю. Нажимают ульту OmniNight. Зачем на тролле ты бьешь Свена? Вопрос. Посмотрим, окончание, видимо, этого файта всего продолжительного. Либо это игры. Или это игры уже, да. Астрал на себя, ОД будет защищаться. Если он сможет выпрыгнуть. Вакуум. Хорошая тробика ворованная, но не помогает убивать. 430-й БКБ это П. И Чай Юань тоже ушел. Теряли Тир-3. Бараки стоят. Нормально, держится еще пока Рейдинг. Хотя, не знаю, отставание 19 тысяч. У них есть все. И нет. Нет. Там быстро. Через Блинк. Варкрай нажали, ускорились и побежали. Но, откровенно говоря, если бы ОД забрали, игре конец. Да, но он выжил. Но, на самом деле, и так приятного мало, конечно. Окей, не забрали ОД. Посмотрите, центра нет. Сверху голые бараки. Но, опять же, если просто более-менее нажать клавиши, ну, с таким началом, с таким пиком, у вас все нереально должно быть хорошо. Что это такое? Почему тролль просто без причины дерется со Свеном, который пробивает его на халяву почти на всем хп? Айдарай на хайграунде стоят. Айсбласт вима пролетает над ухом. Так. Ну, информация есть. Понимание есть в твоих хамках, где находится соперник. Сейчас просто на передовую. Увидели гримстрока. Прыгивает Свен. Не знает, кого фокусить. Тролль под БКБ уже пошел. Он статик линг. Статик линг. Сюрдж, беги. Он без демеджа уже остался. Уборованный от Рубика. Да, X-XS, конечно, выживает здесь. Минус варды. Но ничего страшного живут пока. Ради-то никого не потеряли. Надо продолжаться, когда дебаф спадет. Они потратили БКБ на тролле. Это правда. Я максимально не понимаю, как тролль может потерять 183 урона, имея 4 форстафа и серж. Это очень странно они делают. Нажимают БКБшку, да, и впитывают. Ну, в БКБ можно серж кидать. Серж можно. Ему дали серж, но поздно. Очень можно. Там тарксиры находился далеко. Тарксиры находился справа. Зачем тогда на тролле идти? Много вопросов и ответов нет. Заходят на Рошана и холмы. Тролль БКБ успеет открутиться к драке? Нет, и они не будут. У них еще Вижон сняли. Я как могу загадать, это были последние их варды. И, вероятно, был последний смог. Так что идти туда, это еще хуже, чем не идти. Ну, тогда придется против Сыра Аегиса повоевать. Да, да. С другой стороны, у Свойной ничего из этого не будет. Что, забирает Рейзер? Аегис точно взял. Сыр, видимо, тоже у него. Вероятно. Передоставнику. А тоже так можно. МКБ есть у тролля. 20 уровень взял. Шива, Рейзер была уже, по-моему. Или нет? Я даже не хочу спрашивать, что он своим МКБ пробивает. Наверное, он знал, что Свен, Будет бабочку делать из МОМа. Который имеет МОМ, Решит собрать бабочку. Так и произошло. Наверное, да. Потому что другой причины на это нет. МКБ максимально неэффективна в плане урона. Особенно в БКБ. Потому что проки, магический урон. ОД приобретает БКБ. И вот тот, на кого сейчас можно надеяться, это Чай Юань. Под вакуум, если дать хороший эклипс, накачать немножко себе интеллекта. Давайте посмотрим. Одна из последних возможностей Астер повоевать. Стягивают эндотон. Тут Варкрай нажимает. Саленс получает Рейзер. Телекинезис. Неприятный распирит впитывает. Айс-бласт неточный будет. Скорее всего, тролль выбегает. Так. Но пока стараются вот важные способности не нажимать прямо сейчас. Аганин там, теориене, прилетает, кажется, Рубику. Хекс. Внезапный. Статиклинг. Неприятный. Есть Форстаф. Севец от Волт Девауэр. Ну и барак забрали. И Хома могут отойти в спину. Правда, 430-го нападает, но не есть БКБ. Есть Солбайн. Связала вместе с Рубиком. Астер в погоню бросаются. X-XS. Но они не должны догнать. Вакуум по двои, по дару спирита. Неплохо, неплохо. И минус Рейзер на Таегис. Разор тут дважды должен умереть. Да, есть Гардиан Энджел. Нажимается прямо сейчас. Он изображался до Разора. Если Разора сейчас запокусит. У него есть сыр. У него есть сыр, но... 430-й. Тролль впивается. Под все сейчас, это под стенкой Дракен. Бьет. С руки критов нет. Есть строков Фейт. Неплохо. Могут, могут. Астер пробивать. Да, и будут пробивать. Свена. Минус Рейзер. ОББС, 5Б, как Синкью. Блинкаут. Пытается уйти. Фейт Бьян БКБ нажал прямо сейчас. Замедление от тролля он получает. Смолоди Джинаура, конечно, тоже работает. Фейт ускоряет под Сюджем. Там еще и дабл дэмэдж. Кама заберет и под дабл дэмэджем. Он никуда не отпустит этого Фейт Бьяна. Ну, наконец, Астер. Ну, наконец, получается нормально прожать кнопки. Ну, либо и Хома не очень грамотно прожали, потому что как тролль может нажать ульту, ну, то есть, куда была заюзана ульта аппарата. Немного непонятно. Это Раз. То есть, да, можно под Сюджем увернуться, я согласен, но такого момента не было. Тролль просто стоит, бьет, а ульта в кулдауне. Куда она была выпущена, могу предугадать, что либо она выпущена была на бараках, либо она была выпущена на другую линию для отпуша. Возможно. Таким уже аппарат баловался. Он на топ отпушил, его постоянно кидал из баста. ГТС был заюзан до респауна Разора. И вместе с Разором стоял какой-то герой. ГА тоже использовали до респауна. Ну, я и говорю, Гуардин Энджел. Гуардин Энджел, не ГДС только. А, ГДС, я сказал, извиняюсь. Да, Гуд Стрэнг это Свеновский ультимейт. Ну да, 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 там забавный момент, то есть, Разор лишается жизни, потом нажимается ГА, Разор воскрешается, у него помощи нет, и он погибает. И вопрос, почему кто-то стоял с Разором? То есть, на Разора нажали ульт Гримстрока. Рубик стоял рядом с ним. Вопрос, почему Разор, который выбегает под ультой Гримстрока, через 2 секунды, ну ладно, через полторы секунды с кем-то связывается? Как это вообще возможно? Там же еще проблема в том, что когда он связывается, он дает вижен. Да, по-бой. Там получилось на секунду буквально схватиться, и они уже начали быть вместе. Ну я говорю, это с определенной задержкой было, это не так было, что Гримстрок ультанул, они сразу связались. Ну да. Гримстрок ультанул, через секунду-полторы Разор убегает, а почему Рубик не убегает там параллельно, почему он не блинканется? То есть, у Рубика 368, у Спида, у Разора 411, под Фейзами 440, но он замедляется, насколько там, 30% у Гримстрока. Это огромная цифра. Вообще да. На треть. Ну, это сильно, это минус 100 с чем-то получается. То есть, ошибка Рубика, что он подставился, ошибка Омника, что он дал ГАД до респауна этого, ошибка аппарата, что он завязал ульту, и в кого прыгнул Свен. Я не увидел. Я что-то тоже не видел. Троллю было все равно, ОД было все равно. Он потом перепрыгнул стенку, и вот уже залетел там третьей волной в драке, когда уже Рейзер погибал, и не было шанса на спасение. Ну, короче, все очень было странно. Ну, это шанс для команд, да? Стороны цепляются. Они взломали нижнюю линию, забирают святыню. 9 тысяч остается в плюсе для Ехом. Смотрите, какой камбэк с минус 20 тысяч, там минус 10, и теперь в бой тут сами Ехом, но тут никого не найдут. Под бафами все. Опять же, раздор, у которого за 6 слотов на 24 уровне дается 12 атак спида. Стики 2 и Хекс. Хотя, по-моему, Хекс больше 10 статов дает, да? Брайдан. Ну, в любом случае, это же просто шок какой-то. У него 0 атаки. Ладно бы у него был аганим, то есть у него ульта бьет. У него талант на армор взят. То есть у него нет аганима, у него нет атак спида. Это просто танк. Ну, булка. То есть, если он потратит статик линг, либо его грамотно избегут форстафами, либо сержом, этот герой делает ничего. Он стоит на месте, впитывает в себя тролля. Да, но если ты его игноришь, он делает ничего. Это для меня очень странно. Вот так вот так и происходит в команды Ехом. Все вот эти странности, все вот эти недоконки, крутки, то стороны команды Астар, то стороны Ехом вот создают как раз-таки вот эти волны камбэка с одной и с другой стороны. Понятно, надо сказать, что, конечно, и Ехом, и ребята из Астар играют сегодня с самого раннего утра. Ну, сколько? Время прошло со старта уже 9 часов, и ребята все еще гоняют. Причем очень важные ответственные матчи. Тут, поймите, Ехом, который в шаге от вылета, висит над ним вот этот вот звоночек. Там Ксяу Уэйд стоит, очень-очень такой страшный, и смотрит на своих ребят сейчас, таким пальчиком помахивая. Ребята, нельзя проигрывать. И тяжело, ответственность большая. 430-й, конечно, человек самый опытный. Наверное, не самый даже, тут есть и Файт Биана, есть Вай, но к Син-Кью, например, менее опытен, хотя был на Интернешнале. Сейчас, я постараюсь вспомнить, сегодня кто-то хорошо играл точно. Сейчас. РНГ, наверное, тебе понравились? Да, да, РНГ мне точно понравились. Ну, там у тебя были тоже вопросы к Шадоу Демону. Да, есть небольшие вопросы. Ну, опять же, Шадоу Демон, я говорю, он типа... Мне нравится то, что он просто изначально. Он хочет играть без поезда. Это, очевидно, лучше в будущем. То есть, через первый, второй. Если у тебя поезда на один, он ничего не дает. Просто выглядит это очень странно. У меня там были небольшие вопросы к билду, но именно макро игра, именно нажатие клавиш, ну, оно было на хорошем уровне. Ну, не зря. Ройл и Невакивапт со второго места вышли. Там еще IG есть, но да, IG не застался? Ну, IG я не застал, да. РНГ мне понравились причем. Завтра, завтра будут в плейер. Опять же, я их еще встречал не только на вот этих квалификациях, а играл сам с ними. А вот это... Ты, по-моему, попадался с ними, когда у них немножко другой состав был? Я не помню, если честно. Там у них митер другой, кажется, был. На тот момент. Так, ну что, у нас игра немножко приутихла. Я видел Актарин Корр появляется. Тарксира, что ли, Актарин? У кого там был Актарин? Пропустил. Пока разговаривали. Актарин. Актарин, да. Покупает себе. Как тебе такое, Сюрджи использовать? Ну, откровенно говоря, я... Ну, не дефолтный билд, посмотри на него. Да. Вообще не классический билд, но столько как он регенится. Красиво он выглядит под этим айншеллом, под Актарин. С другой стороны, что ему собирать вместо этого? Хекс? Ну, хекс, кроме хекса. А зачем кроме хекса, если хекса нет? Тоже верно. Атака пошла от Дайр тем временем. Там под дабл-демеджем с Вен, между прочим. Сейчас может неплохо залететь, он ходит, затроллим. Первый раз удар. И форстаф. БКБ нажал уже Энд. Его катит, его разводит. Фейдпиан связан под Солбайном. От него все убегают. А вот теперь развернутся. А вот теперь Энд. БКБ закончилось. Но у него есть Хевенли Грейс. Два удара минус Гримстрок. Есть байбэк. 430-й. Сам под БКБ. Пошел Магнатайз. Скама нажимает свой ультимейт. Начинает драться. Есть Юл. У него высосали дэмэдж на 31 в минусе. Пробить он не на это не может. Он просто сгорает. Делает байбэк. Чай Юань под фокусом теперь. И, кстати, сбегает. Ну и что Рейддин? За счет байбэков надо переворачивать. Надо пытаться ловить кого-то. Бобоко здесь на исходной позиции. Магнатайз у него нет. Роллинг Болдер просто кидает в Розор. Получает. Целькинесс и погибает. Он без байбэков. Плохая драка для Рейддин. Они так и не смогли подраться. Опять же, третья драка, которая начинается чуть ли не лучшим образом для Рейддин. Опять связывается. Ну, на этот раз связался Розор. Сэн себе собирает Сатаник вместо Сапога. Скажем так, если бы у него в команде был Дарксир, я бы согласился. А тут бегать придется, да? Ну, он типа и так никого не может достать. Ну, слышу, вот у них не может достать. БКБ заканчивается. Все равно драки выигрываются. То есть, вот даже в такой ситуации. Да, я не знаю. Может, там Рубик ультом тролля как-то всех агрит противников. На самом деле, он может на Сфена вешать. Слишком много атак спи задается. Это прикольно, кстати. Ну, для топ-контроля и против героя Фастерс тоже можно использовать. Там просто действует в два раза меньше, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Да, в два раза меньше действует. Мы говорим сейчас про Батл Транс, который он использует. На противника. Да, он, по-моему, 3 секунды действует на противника. 6,5 на союзника. Ну, и 3, получается, да? 3,25, да. Ну, это прикольно. Мало кто использует для контроля, но иногда можно попробовать. Ну, если честно, я бы лучше на Сфена, потому что он еще мувспид дает. Вот, 40%, по-моему. Но Сфена себя вообще не контролит. Тоже невозможно. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин. А, Егис. 430-ый, X-XS. Пошел. Но все в кулдауне. Если перечейзит. Ой, два удара, два крита, минус Darkseer. Байбэк нажал. И Кама входит в бой. Надо уходить из-под стати Клинка. Разворачивается. Кидает топорики. И с Солдбайн. Тролль без байбэк. Вакуум. Болов реплика есть. Но это минус Аегис всего лишь у Рейзера. 101 секунд без тролля. Как же тяжело. Чай Юань так и не дал Эклипс свой. Кьюго Септор нормально. Из-под Фейт Пиано. Получается Хекс. Ну, дать надо. Дать. Клопнуть. Только сейчас Эклипс. Но трипл килл от Неверэнда. Дамажа не хватает. Не настакал Чай Юань. Мало всего. Получает Хекс. Успевает дать Форстаф. Его догоняет. Там Шивы. Есть Вижен. Он прыгает. Дал Астрал под себя. Есть плейкаут. На самом деле тролль без байбека. Дарксир без байбека. Дарксир еще жив, конечно. Но нет Эклипса. Ультра килл Байэнд. Есть некоторые проблемы у команды слева. Я бы сказал, они серьезные очень. А еще я не видел, чтобы Рубик нажал ульту. Но мне кажется, если бы он нажал на Свена, там были бы проблемы. Снизу заход от Ехоум. Ну, от Волт 2, конечно, сделал байбек. Байбека больше не остается втроем. На Диффинсе остается Астр. Проигрывая каких-то баснословных 35 тысяч. Лишаются бараков. Ну и заход по центру. Теперь по ТР-4. Ну да, останавливать нечем. Что делать непонятно. Эклипса нет. Ну что ж, похоже, нас ждет третья карта. Еще одна карта с участием Астр и Ситек. Мне это будет интересно. Это будет очень интересно. Залетают Айцпласты. Последние возможности. Нет, возможности нет. Возможности нет. Соглашается с поражением. Такие вот они, переигровки в Китае. Но сейчас все достаточно серьезно упрощается. Либо ребята из Ситек выигрывают у коллектива Астер. И тогда, собственно, Астер у нас вылетает. Либо Астер переигрывает в Ситек. И нас ждет еще много увлекательной, интересной, самой классной, самой веселой доты. Да, оно и сам. Ну, я вижу, ты начинаешь уже в Азап ходить. Тебе уже начинает потихонечку нравиться. Не особо. Хотелось бы Европу. Просто там очень наивен, на самом деле. Он реально думает, что кого-то это волнует. Я пытаюсь его подстегнуть к этому, понимаешь? Нет, нет. Никому не нравится Китай, прости. Такое бывает. Хотя, на самом деле, в сравнении с Европой я соглашусь с Ростовом полностью, что тут и вправду намного более симпатичные игры. Как минимум, более-менее балансные и с интересными раздрафтами. Ну и, соответственно, посмотрим уже третью игру. Поздравляем, конечно же, парней из Ихом с тем, что они смогли выжить, потому что было тяжело, и они могли, в принципе, вылететь прямо сейчас. Давай спросим Чуваша о том, как же все-таки развивалось событие, потому что ты вроде был у нас за астров. Нет, ты был за Ихом. Я был за Астров. По-моему, у нас было два астров, да, против одного ихомовца. Ну, все опять началось с того, что вроде ребята пикнули неплохо, вроде на бумаге все выглядит нормально, но у тебя два полнейших провала на линии. Ты берешь Троля, чтобы выгнать Омника с линии, но в итоге Омник выгоняет тебя. Ты берешь Драксир, чтобы дать ему, грубо говоря, легкий старт и свалить на земле. И, в принципе, легкого старта не намечалось. У земли руки более-менее были связаны, потому что ОД тоже выкосался СМИДа. Делать нечего, кровь-кишки, страшно. И по итогу Тролль ничего не может сделать, как и другие его друзья. Это худший файт, который может быть. Ты право-то этот конкретный? Да, да. У ЛХП тебе кинуто из бласта такой. Сейчас от Хилиус, а нет. Аппарат тоже там интересно собрался. БКБ, БКБ Тревел, Лиммер, то есть все что угодно, кроме Аганима. Хотя Аганим тут казался реально интересным выбором против Троля. Ну, возможно, он посчитал, что и так хватит, что ему достаточно шлейфчейфом засыпить и Аганим не нужно. Вот, но просто все это выглядело интересно. Игры качественные, игры интересные, но все-таки, блин, хотелось бы, чтобы не было такого сноубола, начиная с линии, потому что дальше игра просто идет в одну калитку и фактически не камбэкается. 10, 15, 20 тысяч преимущества. Максимум, что происходит, это с 20 тысяч спускают до 10, и то в своей позиции. Потом выходят с базы, без позиции, ну, проигрывать 10 тысяч все равно тяжело. Ну, вот, собственно, второй момент, где они камбэкают. Ну, вообще ощущение такое, что Ихоум дали много шансов. Да, они очень близкие, на самом деле. Вот, то есть Астеры могли забрать это себе. Ну, а с другой стороны, опять же, видно по механике драка, как дрались Ихоумы, они хороши. Они хороши, там пару раз СВ, на ЛОКП выживал, отходил, блинкался, то есть делал все хорошо. Вот, в целом нельзя сказать, что кто-то как-то откровенно где-то руинил и делал там неправильно. Вот, то есть максимум, что нужно думать, это вот как линии выровнять, хотя вроде земля-дракстир. В чем проблема против СВ на аппарата, это же с Рубиком постоять. Ну, просто за гушку заходишь, там, как бы дерешься, крипов забираешь, ну, миллиард раз в Европе это делают. Вот здесь какие-то проблемы. Снизу проблемы в МИДе тоже там, не знаю, вот развор 20, вернее, ОД 20 на 15 и... Вернее, ОД 8-6 и развор 20 на 15, но так и должно быть, по идее. Да, это лайнап немножко в... Ну, он просто... Его просто на перепачке развели, и после этого ему супер тяжело было играть. Бывает. Хирург демидж просто на 30 тысяч перебивает. То, что щиток на тролле не купил, против... Ну, Рубик стоит... Ты знаешь, что Рубик будет стоять тебя наваливать, Омник будет тебя разменивать, потом удар, перификейшн удар, и... Ну, ты, как бы, стоишь и думаешь... А где Сталтшилд? В итоге у них должно быть хорошо на миде. Если бы было хорошо на миде, земля бы гангала мидл. Если бы земля гангала мидл, был бы спейс на боте и на топе. И тогда у тролля, у ОД и у Даркфира были бы дела намного лучше. Но из-за того, что череда событий произошла, как она произошла, у Астер очень все плохо стало. Ну да, а так реально была хри-игра для Свена. Он вышел с фри-фарм с линией, фармил, сколько хотел, обгонял своих оппонентов, тысячи на 4-5. В принципе, если бы не вот этот подфид вверху, который был, где Дарксир, ну там реально Дарксир молодец, красавчик. Я думаю, их он мы закончили бы гораздо-гораздо раньше. Так это сильно вернуло в игру команду Астер. Но, тем не менее, опять же, слишком сильно проигрывали. И все время были позади. Ну да, а у нас, получается, Астер, наверное, самая слабая команда из этих трех. Да непонятно, непонятно. Сейчас мы узнаем. Ну, если предназначить результаты, то они еле-еле выбрались все-таки. И, ну, неоднозначно у них результаты на протяжении групповой. Соответственно, подождем, конечно, их встречи против CDC, но, на мой взгляд, они изначально являются здесь аутсайдерами во всем этом противостоянии среди трех команд. Ну, а кто будет сильнее, мы выясним буквально через маленькую паузу.